50 лет прошло с того момента, как человек впервые ступил на поверхность Луны. Это было время, когда наше представление о космосе стремительно расширилось. Но даже после всех этих лет исследований и бесчисленных миссий Луна продолжает удивлять нас новыми тайнами. Недавнее открытие заставило ученых всего мира содрогнуться. В очередной миссии, направленной на изучение лунной пыли, исследовательская группа наткнулась на нечто, что противоречит всем нашим представлениям о спутнике. Сквозь пушистый слой пыли и реголита обнаружилось нечто странное, непонятное устройство, которое, казалось, находилось там долгие века. Поначалу находка выглядела, как простой кусок металла, притянутый гравитацией Луны за миллионы лет. Однако, как оказалось позже, это был лишь верхний слой головоломки. Под давлением групп исследователей началась работа по тщательному изучению артефакта. Вскоре ученые осознали, что перед ними нечто чрезвычайно сложное и технически совершенное. Это устройство, будто созданное не человеком, казалось, имело определенное назначение, несомненно, связанное с самой Луной. Это невероятное открытие мгновенно привлекло внимание международных космических агентств, отчего исследования усилились в несколько раз. Специалисты принялись изучать устройство, пытаясь понять его истинное происхождение и назначение. Но чем глубже они погружались в исследование, тем больше вопросов возникало. Что это за устройство и откуда оно могло взяться? Только начав раскрывать его загадку, исследователи столкнулись с новыми, еще более удивительными данными, которые заставили их искать ответы в глубине Луны. Сигналы из недр – новые открытия. Вскоре после обнаружения загадочного устройства возникло желание понять, не скрывается ли за его присутствием что-то более таинственное. Ученые начали регистрировать странные сигналы, исходящие из недр Луны. Эти сигналы, передаваемые на частоте, ранее неизвестной человечеству, вызвали волну догадок и предположений. Исследовательские станции по всему миру начали фиксировать эти загадочные колебания, которые, казалось, играли ключевую роль в загадке устройства. Исследователи решили углубить свои изыскания, установив более чувствительное оборудование, чтобы уловить эти сигналы и попытаться расшифровать их происхождение. Постепенно стало ясно, что эти сигналы – не просто случайное явление, а скорее что-то системное и регулярное. Звук, который они издавали, напоминал сложные последовательности, будто созданные по заранее заданной программе. Это было настоящей загадкой для всех, кто был вовлечен в исследование. Для более детального изучения команды ученых отправились в пустынные районы Луны, чтобы исследовать возможные источники. Они предположили, что сигналы могут быть связаны с устройством и представляют собой нечто большее, чем просто импульсы. Возникло подозрение, что артефакт может быть частью сложной системы, скрытой внутри Луны. Ученые начали тестировать различные гипотезы, включая возможность того, что сигналы являются попыткой связи или даже предупреждением. Но чем дольше исследователи находились на поверхности Луны, тем больше возникало вопросов относительно того, что скрывается под ее поверхностью. Каждая новая находка и наблюдение становились очередным фрагментом в головоломке, которая обещала изменить наше понимание Луны. Это поднимало вопросы о том, насколько хорошо мы действительно знаем наш спутник и какие еще сюрпризы могут ожидать нас в ближайшем будущем. Пока ученые погружались в загадочные импульсы, они не могли представить всей глубины открытий, которые могли быть на горизонте. Загадочное устройство. Первое столкновение. Первые шаги по исследованию загадочного устройства были полны интриг и сюрпризов. Когда ученые приблизились к артефакту, они сразу отметили, что его поверхность была покрыта незнакомыми символами, которые явно не принадлежали никакой известной земной культуре. Эти гравировки были искажены временем, но все же сохраняли некоторую загадочную симметрию. Исследователи обратили внимание на то, что устройство испускает слабое свечение, едва видимое в лунной тьме, которое было невозможно объяснить привычными физическими законами. Команда приступила к детальному осмотру объекта, используя специальное оборудование, способное сканировать структуру на глубину в несколько футов. Внутренние механизмы устройства выглядели невероятно сложными и не имели аналогов среди земных технологий. Они обнаружили, что металлические компоненты не поддавались никакому известному анализу, будто созданы из материала, которого на Земле просто не существовало. Эта находка породила волну гипотез о том, с какой целью оно могло быть создано и кем. Вскоре после этого ученые заметили резкое изменение в поведении устройства. Оно испускало едва различимый, но все же стабильный сигнал. Следуя за этим сигналом, исследователи обнаружили, что артефакт взаимодействует с окружающей средой Луны на неизвестной частоте. Это открытие стало настоящим прорывом и требовало незамедлительного изучения. Инженеры и физики подключились к анализу, пытаясь декодировать зашифрованное послание, которое передавалось в космос. Это был вызов, но и невероятная возможность заглянуть за пределы нашего понимания Луны и, возможно, всего космоса. По мере того, как накапливались данные, ученые начали понимать, что перед ними не просто артефакт, а нечто куда более значительное. Это устройство могло быть ключом к разгадке многовековой тайны Луны, открывая двери к неизвестной главе в истории человечества. Но как далеко готово человечество зайти в своей жажде познания и как на это ответит сам космос? Новые открытия ждали впереди, обещая перевернуть все, что мы знали о нашем ближайшем небесном спутнике. Анализ частоты. Что мы обнаружили? В первые дни после обнаружения загадочного устройства на Луне команды специалистов сосредоточились на анализе странной частоты, которую оно излучало. Используя самые передовые технологии, ученые сначала столкнулись с истинной головоломкой. Сигнал был зашифрован и невероятно сложен. Тем не менее, это не остановило исследователей. Они начали сканировать спектр частот, пытаясь найти ключ к разгадке. Постепенно стало ясно, что сигнал имел сложный состав, включающий в себя как обычные, так и экзотические частоты, которые ранее не были зафиксированы на Земле. Изучая природу сигнала, ученые обнаружили, что частота меняется в определенной последовательности. Эта динамика наводила на мысль о том, что сигнал может быть не простым звуковым фоном, а своего рода коммуникацией. Возможно, это была информация, посланная из недр спутника Земли ради взаимодействия с чем-то или кем-то. Специалисты из области криптографии подключились к анализу и спустя некоторое время получили первые результаты. Последовательности сигналов, возможно, несут математический код. Это открытие вызвало волну интереса и предположений. Теперь главной задачей стало разгадать, что именно передается на этой частоте. Анализ показал, что сигнал не просто распространяется по Луне, а отражается по ее всей поверхности, создавая своего рода информационную сеть. Ученые предположили, что это может быть частью большой и сложной системы, связанной с лунной корой. Мог ли этот сигнал принадлежать древней цивилизации или быть посланием из далекого космоса? Ответ на этот вопрос требовал более глубоких исследований и продолжения междисциплинарных усилий. Открытие, сделанное учеными, лишь приоткрыло завесу тайны, которую тщетно пытались раскрыть на протяжении многих лет. История первых шагов. Возможно ли возвращение? Исторический момент первого шага человека на Луне в далеком 1969 году стал символом человеческой смелости и технологического прогресса. Это были времена, когда возможность вернуть людей на Луну казалась неизбежной, и лишь вопрос времени казался препятствием. Спустя полвека эти мечты вновь обрели актуальность. Развитие технологий и возросший интерес к космическим исследованиям открыли новые горизонты для будущих лунных миссий. Программы по возвращению на Луну начали обретать реальные очертания с амбициозными планами построить постоянную базу. Но теперь с обнаружением загадочного устройства эти планы приобрели еще большую значимость. Современные технологии позволяют нам заглянуть вглубь лунной поверхности, и найденное устройство только подстегнуло интерес к возвращению. С появлением новых ракетных технологий и совершенствованием систем жизнеобеспечения возвращение на Луну уже не кажется чем-то недостижимым. Страны по всему миру начали активно обсуждать возможности совместных миссий, предлагая свои ресурсы и технологии для будущих исследований. Однако вопрос о том, кто оставил это устройство и что оно значит для человечества, стал одной из главных тем дискуссий среди исследователей. Возможно, возвращение на Луну станет не просто научной экспедицией, а важным шагом в раскрытии тайны, которая может изменить наше представление о космосе и нашей истории. Среди всех этих захватывающих событий, ученые и инженеры изо всех сил работают над подготовкой к следующему великому шагу в истории космических исследований. Возможно, уже скоро мы узнаем, какие секреты Луна на самом деле скрывает, и как далеко готово человечество зайти в своей жажде познания. Странные совпадения. Что о них говорит наука? С каждым новым открытием на Луне ученые сталкиваются с целым рядом странных совпадений, которые не перестают удивлять. Исследуя недавно обнаруженное устройство, они обратили внимание на некоторые параллели с древними артефактами, найденными на Земле. Эти артефакты, хоть и принадлежали различным эпохам и культурам, демонстрировали удивительное сходство в своем устройстве и символике. На поверхности загадочного лунного устройства были обнаружены узоры, которые напоминали знаки, встреченные в археологических находках на разных континентах. Это совпадение поставило ученых в тупик и заставило пересмотреть множество устоявшихся теорий. Существует ли связь между древними цивилизациями и Луной? Может быть, эти древние народы обладали знаниями, которые мы только начинаем понимать? Погружаясь в изучение символов и структур, исследователи обратили внимание на повторяющиеся мотивы, которые могли быть древними попытками общения или передачи знаний. Археологи подключились к анализу, сравнивая найденные узоры с известными культурными артефактами, и вскоре обнаружилась удивительная связь. Кроме того, археологические данные из других лунных миссий показывали, что такие совпадения не единичные. В разных регионах спутника Земли были найдены схожие следы, которые, казалось, проявлялись в разных эпохах. Это породило многочисленные гипотезы о том, что Луна могла быть местом встречи или даже обиталищем для древних цивилизаций. Ученые рассматривают возможность того, что Луна служила мостом для древних культур, охватывавших Землю. Тем временем ученые продолжают анализировать устройство, чтобы раскрыть его истинное предназначение. Каждое новое совпадение открывает все больше вопросов, и теперь они стремятся выяснить, какие еще тайны может скрывать наш спутник. Быть может, лунная поверхность явит нам ключ к долгожданной разгадке этой поразительной головоломки. И на этом пути исследования Луны только начинают раскрывать свои многострадальные секреты, которые могут навсегда изменить наше восприятие истории. Расширяя горизонты. Пришельцы или наши предки. Исследуя глубже загадочное устройство на Луне, ученые начали задаваться вопросом, откуда оно вообще могло взяться. Существуют две гипотезы. Пришельцы или наши предки. Первая вызывает теории о внеземной жизни, которая могла посетить Луну задолго до нас. Эта теория подкрепляется тем, что атомная структура устройства и материал, из которого оно сделано, не имеет аналогов на Земле. Аппаратура фиксирует необычные излучения, будто перед нами продукт цивилизации, обладающий технологией, значительно превосходящей наши возможности. С другой стороны, версия о том, что наши предки могли оставить этот артефакт, привлекает не меньше внимания. Исследователи начали рассматривать возможность того, что на Земле могла существовать высокоразвитая цивилизация, чьи технические достижения были утеряны в веках. Анализ дизайна устройства показал определенные схожести с древними структурами на Земле, такими как Стоунхенджи и египетские пирамиды. Это поднимает вопрос о том, знали ли древние цивилизации об устройстве и его назначении. Возможно, они имели доступ к технологиям, которые мы только начинаем изучать. При изучении излучения выяснилось, что частота, на которой функционирует устройство, могла быть использована для передачи информации на огромные расстояния. Такие сигналы могли связывать цивилизации, находящиеся в разных частях Вселенной или даже времени. Ученые начали изучать древние тексты и мифы, надеясь найти упоминания о подобной технологии, но в поисках ответов они сталкиваются с еще большим количеством вопросов. Тем временем, одно остается неизменным. Находка этого устройства открывает новую главу в изучении Луны и истории человечества. Каждое новое открытие приближает нас к пониманию нашего места во Вселенной и возможных контактов с другими формами жизни. Но самые большие открытия еще впереди, и исследователи готовы к новым удивительным находкам, которые подарит наше ближайшее небесное тело. Скрытые секреты Луны. Как давно они там? С тех пор, как человечество отправило свои первые экспедиции на Луну, спутник Земли всегда скрывал множество загадок. Однако с недавним открытием загадочного устройства, спрятанного в лунной пыли, вопрос о том, как давно оно находится там, стал особенно актуальным. Ученые начали исследовать слой за слоем лунную поверхность, чтобы определить, когда именно устройство могло быть размещено. Горные породы Луны, известные своим возрастом в миллиарды лет, стали ключом к разгадке давности установки устройства. Проведенные исследования показали, что оно, возможно, было спрятано намного раньше, чем предполагалось, и даже до того, как человечество начало свою историю. Анализ радиационного воздействия и разложения на поверхности устройства показал, что оно пребывало на Луне как минимум несколько тысячелетий. Это открытие привело к гипотезе о том, что устройство могло быть оставлено в период, когда на Земле еще не было развитых технологий. Исследователи обратились к археологическим данным, собранным из древних цивилизаций, и обнаружили, что тот же период на Земле совпадал с расцветом некоторых из самых загадочных культур, таких как цивилизации Месопотамии и долины Инда. Кроме того, при глубоком изучении устройства ученые обнаружили, что его материалы адаптировались к экстремальным условиям Луны, предполагая длительное пребывание. Это привело к заключению, что Луна могла быть своеобразным архивом, в котором сохранялись артефакты неизвестного происхождения. Вопрос о том, как давно это устройство находится здесь, остается открытым, но с каждым новым слоем информации приближается разгадка, какая из цивилизаций или, возможно, инопланетная раса оставила его на Луне. Исследователи продолжают копать вглубь лунной коры в поисках дополнительных подсказок. Вопрос о давности пребывания устройства на Луне лишь провоцирует дальнейшие исследования, которые могут открыть двери к неизвестным главам в истории Луны и, возможно, Земли. Тайна, связанная с лунной поверхностью, только начинает проявляться, ожидая, когда человек снова ступит на ее поверхность, чтобы разгадать все секреты, которые она скрывает. Загадочные артефакты и их послания Исследования загадочного устройства на Луне привели к неожиданным открытиям. Рядом с основным артефактом были найдены другие, поменьше, которые, вероятно, составляли с ним единое целое. Эти артефакты, каждый из которых имел уникальные символы и гравировки, были связаны между собой сложной системой проводников, что предполагало их координированную работу. При их изучении выяснилось, что некоторые из них испускали слабые электромагнитные импульсы, возможно, служившие для отправки или получения информации. Эти находки стали важной частью головоломки, и было необходимо понять, какую функцию они выполняли. Ученые начали анализировать символы на этих артефактах, соотнося их с известными структурами на Земле. Интересно, что несколько символов совпадали с древними знаками, найденными на каменных монолитах по всему миру. Археологи предположили, что эти артефакты могли использоваться для передачи важной информации или даже для управления какими-то процессами в масштабе, о котором мы только начинаем догадываться. Чтобы разгадать их истинное предназначение, команды ученых из разных стран объединили усилия, используя новейшие методы и технологии в области анализа и декодирования. Они также начали восстанавливать информационные связи между артефактами, пытаясь понять, какую информацию они могли передавать. И хотя в начале было много вопросов, исследователи все быстрее приближаются к разгадыванию тайны. Каждый новый артефакт, обнаруженный на Луне, становится еще одним шагом к раскрытию загадочного послания, которое могло изменить ход истории и наш взгляд на Вселенную. Секреты, скрытые за лунной пылью, указывают на то, что Луна была частью великой космической истории, которую человечеству только предстоит изучить. Постскриптум. Что нас ждет в будущем исследовании космоса? С каждым новым открытием на Луне наше понимание космоса меняется. Мы только что ступили на порог новой эры в исследовании космического пространства. Это загадочное устройство, обнаруженное на поверхности Луны, вдохновило международные космические агентства на разработку амбициозных планов. В ближайшие десятилетия человечество планирует вернуть свои экспедиции на Луну с целью создания постоянной базы. Это открывает дверь для новых исследований и более глубокого понимания как Луны, так и всей Солнечной системы. Однако, чтобы полностью разобраться в найденном устройстве, необходимы новейшие технологии и совместные усилия ученых со всего мира. Международное сотрудничество становится неизбежным, и различные страны уже активно обмениваются данными и ресурсами. Новая волна интереса к Луне разжигает фантазию не только ученых, но и общественности. Каждый шаг на пути к возвращению на Луну сопровождается научными открытиями и инженерными новшествами. Понимание того, что устройство может быть не единственным своим родом на Луне, дает ученым новую цель – исследовать каждый уголок спутника. В долгосрочной перспективе планируется отправка автоматических зондов и создание орбитальных станций, которые позволят собирать данные в реальном времени. Это лишь начало большого пути, который может привести к колонизации других планет и строительству межпланетных баз. Космические агентства активно разрабатывают новые космические аппараты, адаптированные для длительных миссий на Луне. Технологический прогресс позволяет создать системы, устойчивые к экстремальным условиям лунной поверхности. На фоне этих событий исследование Луны становится приоритетом, который обещает не только разгадать загадку устройства, но и привести к новым научным прорывам. Будущее космических исследований представляется невероятно захватывающим, и Луна с ее тайнами и загадками находится в самом центре этого захватывающего путешествия. Человечество готово сделать следующий шаг в неизведанное, где каждый новый день будет приносить открытия и новые возможности для нашего вида.